Вот такой вопрос. Как сегодня в нынешних реалиях относиться к разным джамаатам, разным группам, неважно в каком месте они находятся? Это если мы берем в расчет, что между ними есть какие-то недопонимания, может быть даже вражда. И как вообще можно принести пользу Исламу, не находясь в каком-то определенном джамаате? Бисмиллах, альхамдулллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Человек этой джамаат, о которой он говорит, если эти джамааты исламские не вышедшие из Ислама, если даже некоторые упущения делают даже, этих всем джамаатам можно помочь. Если есть даже разногласия вражда, это не должно на нас действовать. Это даже иногда бывает такое, что между амирами джамаатов вражда, и эта же вражда переходит им подчиненным. Нет, это не так не должно быть. Все эти джамааты должны вместе работать, в связи с словом Аллаху, если они не могут вместе работать под одним джамаатом, хотя бы не враждовать, друг другу помогать и работать. И если человек видит, если зайдет какой-то джамаат, он должен обязательно враждовать другим джамаатом, или же не обязательно должен какие-то позиции содержать с другим джамаатом, тогда лучше этому человеку не заходить в никакой джамаат и работать со всеми, и помогать всем. Или же более, которые он видит, рабочий джамаат, более старательный джамаат, к ним подходить, с ним вместе работать, им делать насад, чтобы не враждовали другими джамаатами. Ассаляму алейкум арахматуллах. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе сразу подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok